и также обратить внимание на несколько устойчивых фраз, которые мы сегодня тоже выучим в процессе. Ну, я могу еще раз повторить свое приветствие и перевести его на русский язык, потому что тут есть просьба что-нибудь сказать на японском. Есть такое интересное выражение в японском языке «джико шоукай». Оно обозначает рассказ о себе, то есть представление. Джико – это о себе, шоукай – это представление. И я несколько минут назад сделала коротенькое представление о себе. Я сказала «хаджимэ мастэ», приятно познакомиться. Лакшина Юлия дэс, представилась. Шоукю нихонго о осиэте имас. Сказала, что преподаю японский язык для начинающих. И в конце сказала «дозу и розько негасимас». Прошу любить и жаловать. Для тех, кто трудно воспринимает на слух, могу сказать, что это известная проблема для всех, кто изучает иностранные языки в отрыве от реалий, в частности, вдалеке от Японии. Но если вы будете слушать кассеты, диски учебные, то мало-помалу вы начнете все лучше и лучше понимать. Еще могу посоветовать смотреть какие-нибудь любимые аниме или сериалы на японском языке. Может быть, поначалу будет ничего не понятно, но со временем вы начнете различать некоторые слова, а затем уже и предложения, и дальше пойдет проще. Вебинар будет размещен на сайте Ешка. Он сейчас записывается, и вы сможете в любой момент посмотреть всю информацию, которую мы сегодня с вами посмотрим вместе. Да, насколько я понимаю, ее можно бесплатно будет посмотреть, да? Да. Когда разместите? Это, наверное, вопрос к моему помощнику, когда разместят вебинар. Сейчас вам ответят. Вебинар будет обработан и размещен пока точно неизвестно когда, но в ближайшем времени. Да, размещен будет вот тут ссылочку нам наш модератор разместил. Вы видите, да? Вебинар Ешка.ua. Там можно будет посмотреть еще раз или несколько раз. Мой помощник мне говорит, что осталась уже одна минута, и мы как последователи японской пунктуальности как раз будем начинать. Значит, сейчас я буду рассказывать, предлагать вам определенные упражнения. Прошу вас их выполнять, и после того, как расскажу часть информации, будет возможность задать еще вопросы. Ну, а пока немножко послушайте. Итак, будем начинать, да? Так, значит, тема нашего сегодняшнего вебинара «Особенности фонетики японского языка». Значит, наша цель, соответственно, ознакомиться с особенностями японской фонетики. Мы сегодня ставим такие задачи. Отработать произношение японских слоговых азбук, катаканы и хираганы. Научиться применять на практике знания по фонетике японского языка, то есть использовать эти знания в произношении определенных слов и выражений. Ознакомиться с видами транскрипций. Научиться писать и правильно произносить русские и украинские имена и фамилии по-японски. И попрактиковаться в произношении некоторых фраз японских приветствий и прощаний. Итак, мы видим таблицу, в которой собраны слоги хираганы и катаканы. Наверняка вы уже встречались с такой таблицей. Сейчас я предлагаю каждому перед экраном произносить слог вслед за мной. Я постараюсь максимально приближенно к японскому варианту произносить эти слоги. Да, сейчас буду показывать мышкой. Так, значит, вот у нас зеленая стрелочка. Итак, а, и, у, э, о, ка, ки, ку, кэ, хо. Я надеюсь, все повторяют за мной. Тренируемся. Са, си. Это очень интересный слог. Си. Мы с вами чуть позже подробнее остановимся на его произношении. Пока просто пытаемся повторить за мной. Су. Се. Со. Та. Ци. Тоже обратите внимание. Ци. Цу. Те. То. На. Ни. Ну. Не. Но. Ха. Хи. Хи. Фу. Хэ. Хо. Ма. Ми. Му. Мэ. Мо. Я. Ю. Ё. Теперь очень интересный ряд. Та. Ри. Ру. Ре. Ро. Ва. О. Винительный падеж. Н. Вот мы и справились с произношением всех слогов. Однако у нас есть, как вы хорошо помните, еще и слоги с озвончением. Вы помните, что в японском языке озвончение передается с помощью двух черточек. Сейчас. Вот вы видите. Сейчас. Вот зеленая стрелочка. Значит, вы видите, в правом верхнем углу у нас две черточки. Это не горе, знак озвончения. Также у нас есть вот здесь, например, маленький кружочек в правом верхнем углу. Это хан, не горе. Итак, повторим слоги с озвончением. Га. Ги. Гу. Ге. Ге. Го. За. Дзи. Обратите внимание. Дзи. Дзу. Дзе. Дзо. Да. Дальше, очень похоже на то, что мы сейчас говорили, звучит практически одинаково. Дзи. Дзи. Записывается другими знаками. Дзу. Тоже звучит так же, как и дзу. Пишется по-другому. Дзу. Дзе. Дзо. Па. Би. Бу. Бе. Бо. Бе. И хан, не горе. Па. Пи. Пу. Пе. По. Бе. Бо. Следующая у нас таблица. Это слоги с мягкими согласными. Их не так много. Итак, повторяем за мной. Кя. Кю. Кё. Обратите внимание. Ща. Щу. Що. Ча. Чу. Чо. Ня. Ню. Ньо. Хя. Хю. Хё. Мя. Мю. Мю. Ньо. Хя. Ря. Рю. Рё. Так. И следующая у нас таблица. Это слоги с мягкими согласными. Но теперь уже со звончением. Так. Гя. Гю. Гё. Ча. 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 Так. Точно так же. Дя. Джу. Джё. Бё. Бю. Бё. Пя. Пю. Пё. Так. Теперь самое интересное. Здесь я собрала слоги, которые вызывают сложность у русскоговорящей аудитории при произношении Посмотрите внимательно Первый слог у нас СИ Произносится как нечто среднее между мягким СИ и Ш СИ Потренируйтесь СИ Следующий слог ЧИ Это нечто среднее между Ч и Т Не похож слог по произношению ни на Ч, ни на Т Что-то среднее ЧИ Дальше у нас РА, РИ, РУ, РЕ, РО В общем-то, не вызывают особых сложностей, когда мы произносим какие-то японские слова Потому что там звучит как наша русская РА, может быть, немножко мягче Однако в японском языке нету звука Л, и получается, что японцы в своих словах, заимствованных из других языков используют как раз вот этот ряд РА, РИ, РУ, РЕ, РО, чтобы произносить слова с ЛА, ЛИ, ЛУ, ЛЭ, ЛО Поэтому иногда для японского уха слышится абсолютно одинаково, что ЛА, что РА Ну, мы тоже должны к этому быть готовы Если мы там слышим, например, имя ХАЛУ, то мы не удивляемся Записывается оно там ХАРУ, да, заимствовано какое-то слово Однако РУ звучит как РУ, да, нечто среднее между Л и Р Дальше у нас слог со звончением ГА В начале слова, в общем-то, не вызывают никаких сложностей Например, у нас слово ГАКСЕЙ, да, студент, там ГА звучит как наша, в общем-то, звонкая ГА Однако в середине предложения или в середине слова может вызывать некоторые сложности Потому что звучит иногда как ГА, да, такой вот носовой ГА И может даже иногда казаться, что это какое-то НА звучит Или какой-то совершенно другой звук Поэтому мы должны к этому быть готовы Еще раз давайте потренируемся Итак, ГА в начале слова будет звучать ГА А в середине может, в середине предложения или в середине какого-то отдельного слова Может звучать ГА ГА И слоги с мягкими согласами Это производные от слогов, которые мы только что рассмотрели И cocktail Итак, СЯ – СЮ – СЁ ЧА – ЧЮ – ЧО Д'Я – ЧЮ – ЧЁ Ну, совсем чуть-чуть похоже, как будто бы кто-то картавит, самую малость. Так, хорошо. Хорошо. В которых изображены известные уже нам давно различные предметы японского обихода или японской кухни, или, может быть, неизвестные, мы их впервые увидим сегодня. Почему такая подборка картинок? Потому что существуют устойчивые традиции в произношении этих слов в русском языке. К сожалению, само произношение сильно отличается от того, ну, не сильно, но несколько отличается от того варианта, который исконно в японском языке используется. Поэтому я бы хотела, чтобы мы потренировались сейчас вместе произносить эти слова. Итак, всем известный продукт японской кухни, который принято называть у нас суши, да? По-японски звучит иначе. Я специально выделила си красным, чтобы мы вспомнили, что это си, да? Это не ши, не си. Это суси. Суси. Давайте вместе потренируемся. Суси. Я думаю, у всех получилось все хорошо. Следующая картинка. Много у нас будет, да? Суши. Множественного числа в японском языке для таких предметов не существует, поэтому тоже будет суши. Следующее слово – сашими. Мне кажется, те, кто любят японскую кухню, знают, что это кусочки сырой рыбы. Очень вкусно, если рыба свежая. Обращаем внимание на то, как произносится слог си. Сашими. Сашими. На этой картинке вы видите японский чай. Обратим внимание на чтение слога ча. О-ча. О-ча. Я тут написала, что слово о-ча может переводиться как японский чай, а также может переводиться как зеленый чай. В принципе, слово о-ча собирательное, точно так же, как и саке. Саке – это не только рисовая водка, это и просто любые спиртные напитки. То же самое у нас о-ча. Это может быть японский зеленый чай, ну или вообще чай. О-ча-ва-и-ка-га-де-с-ка. Не хотели бы вы выпить чаю. Тут, по сути, уже не важно, это о-ча или ко-ча. Ко-ча – это черный чай. О-ча – зеленый чай традиционно. Но о-ча-ва-и-ка-га-де-с-ка. В принципе, не хотели бы вы чая. Переводится. Следующая картинка. На ней мы видим рисовые лепешки мотчи. Чи. Обратим внимание на слог чи. Мотчи. В преддверии Нового года, мне кажется, вообще стоит обратить внимание на это. Потому что мотчи являются традиционным блюдом, которое японцы едят на Новый год. То есть мы едим оливье, а японцы едят мотчи. В Украине в последнее время получили распространение мотчи как вид сладостей. Там существует огромное количество разных вариантов. В основе лежит, конечно, рис. Однако по вкусу совершенно разные есть мотчи. Мотчи, вот те, которые у вас сейчас на картинке, они, в общем-то, на вкус не сладкие совсем. Напоминают, может быть, даже чем-то хлеб из риса. Те мотчи, которые я встречала в магазинах в Киеве, они все сладкие, делаются как-то, чтобы заинтересовать покупателей. Так, обратили внимание, да, на чьи, мотчи. Потренируемся. Мотчи. Так. Следующее, хорошо известное понятие. По-японски читается гей-ся. Гей – это искусство. Ша – это человек. Обратите внимание на ша, как читается слог ша. Гей-ся. Ну, у нас очень красивые нарисованы гейши на картинке. Следующий слог, который мы отрабатываем, это слог джи. Фуджи-сан. Мы все замечательно знаем фирму Фуджи, которую говорим «джи» всегда. Это связано с особенностями транскрипции латинской, о которой я буду рассказывать дальше. Пока обращаем внимание на то, как произносятся наши слоги. Фуджи-сан. Фуджи-сан, Фуджи-яма, Фуджи. Перед нами самая высокая гора Японии. Дальше у нас Момидзи. Момидзи – это желтые и красные листья клёна. Осенью, конечно, принято любоваться такой красотой в Японии. Нас в данном... В контексте интересует произношение слога джи, да? Момидзи. То есть осенью японцы любуются Момидзи, а весной – Сакурой. Следующая – Шоу-джи. Шоу-джи – это разряженные стены в японском традиционном доме. У нас тут сразу два слога – Шоу и Джи. Мне кажется, для любителей аниме известно, что такое Ча-па-цу. Мой помощник говорит, что меня не слышно. Сейчас, минуточку. Итак, Ча-па-цу – коричневые волосы. О, я вижу, многим слышно меня. Хорошо. Ча, мы с вами проходили только что О-ча, японский чай – Ча. Есть такое слово Ча-иро – это коричневый. Ча-иро – цвет чая. Получается, Па-цу – это онное чтение иероглифа Ками – волосы. И есть такое устойчивое выражение Ча-па-цу, то есть коричневые волосы. Есть еще, в принципе, Кин-па-цу – это блондин. Мне кажется, это похоже больше на Ча-па-цу. Можно еще краситься, в принципе, перьями, что традиционно модно среди японских молодых людей, причем больше мужчин, чем женщин. Поэтому, мне кажется, это слово стоит знать. Ча-па-цу. Ча. Произносим Ча. Так. Ну, первую часть мы закончили. Мне кажется, что со слогами мы разобрались. Си, джи, га, ра, как-то мы усвоили. И дальше переходим к рассказу о транскрипции. Значит, в японском языке существует латинская транскрипция. Причем до такой степени она уже укоренилась в японском языке, что даже иногда мы можем увидеть ее в метро, в электричках. Когда там объявляют следующую станцию, то идет бегущая строка «Все латиницы». Кроме того, в рекламе может использоваться русская транскрипция. Конечно же, в Японии нам на глаза не попадется. Однако и латинская, и русская транскрипции используются при изучении японского языка в различных пособиях, учебниках. И мы сейчас более подробно остановимся на них. Итак, система Хэбберна – это набор правил для транскрибирования японского языка при помощи латинского алфавита Ромадзи. Была популяризирована еще в 1867 году и по сей день активно используется. Однако существуют еще два варианта латинской транскрипции, которую изобрели непосредственно уже японцы. Далее я приведу таблицу, в которой мы будем сравнивать различные транскрипции. Вот три латинские, одну русскую. Так что будет все более наглядно. Давайте пока посмотрим на то, как в латинице записываются различные звуки японского алфавита. То есть, по сути, вы видите, вот А, И, У, Э, О – у нас ряды. И тут, в общем-то, собрано все. К, 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 К. Потом слоги у нас идут сразу мягкие, К, 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 О – видим, как записываются латиницы. Ч, К, К, О – ну и, собственно, давайте внимательно несколько секунд посмотрим на эту таблицу. Конечно, объем информации очень большой. Дальше я отдельно выделила слоги, которые по-разному или как-то, может быть, особо интересно записываются латинской транскрипцией. Безусловно, с одной стороны, Ромадзи удобнее записывать какие-то слова иностранцам, однако японцам неудобней. То есть японцы с детства изучают катакону и хирагону, поэтому все-таки латиница – это для общения с иностранцами. То есть если вы хотите, чтобы вас воспринимали как культурного развитого человека, то всем нужно будет выучить и хирагону, и катакону, и, конечно же, иероглифы. Но, может быть, не сразу, это будет длительный процесс. Однако латиницу тоже стоит знать. Обратите внимание на слог «ся», на слог у нас «си», вот как мы записываем. Собственно, отсюда и возникли проблемы «си» по-английски. Звучит как «ши», получается «суши», вот отсюда они пошли из латиницы. Мы будем эти моменты все устранять в процессе обучения. То есть будем говорить по-японски. Значит, существует дополнение к таблице, которую мы только что смотрели. Таблица и так огромная. Но вот это дополнение только для записи иностранных имен, фамилий и так далее. Почему? Потому что такие звуки, как уи, ва, они не свойственны японскому языку. То есть в японском языке, конечно же, есть слог «ва», ваташи. Но там нету слога «ва», нету слова, нету такого слога. Или, к примеру, «се». Это не свойственно японской фонтической азбуке. То есть там есть «са-си-су-сэ-со», «ся-сю-со», но нету «се». Однако в некоторых иностранных именах и фамилиях такие слоги есть. И чтобы их было удобно записывать, были изобретены такие сочетания различных японских слогов катаканы. И, собственно, на этой таблице мы видим, как это записывается в ромадзи. «Фо», например, «фэ», «фю». Очень интересно. Мы будем пользоваться информацией этой дальше, когда будем записывать наши русские имена и фамилии по-японски. Ну, осталась у нас русская транскрипция Поливанова. Она прекрасно транскрибирует японские слоги при помощи русского алфавита. Нам, конечно, так удобней, потому что если у нас слово «ватаси», мы его записываем «ватаси», и, собственно, нам все понятно. Русскими буквами не нужно знать ни английских, ни английский язык, нет никакой путаницы, допустим, с немецким. Однако есть исключения. Вот вы можете видеть, я тут написала слоги, которые в русской транскрипции записываются. Си, ся, сю, сё. Мы с вами только что тренировались, мы понимаем, что это читается как си, ся, сю, сё. Дальше. Чи, чя, чу, чё. А записывается совершенно не так. Записывается. Ти, тя, чу, чё. В принципе, из-за вот этой путаницы в русской транскрипции мы можем с большой долей вероятности утверждать, что человек изучал японский язык в России, потому что те, кто изучают в России, зачастую произносят слог си как си, то есть не как си, а как си. И вот этим выдают себя. Хотя прекрасные встречаются специалисты, которые очень хорошо знают японский язык, и в то же время произносят си. У нас с вами такой проблемы не будет. Мы хорошо запомнили, что данные слоги, несмотря на то, что в русской транскрипции записываются си, ся, сю, сё, произносятся си, ся, сю, сё. Чи, чя, чу, чё. Теперь давайте посмотрим на таблицу, в которой собраны у нас ряд хирагана, вот слоги. Дальше хэббёрновская транскрипция, ромадзи, и дальше две японские транскрипции ромадзи, кунрейщики, нихонщики. И в конце у нас столбик поливановая транскрипция, то есть русская транскрипция русскими буквами. Я специально красным выделила те слоги, которые в латинской транскрипции записываются по-разному. Вот у нас джи, дзи, ди вообще. Дальше дзу, тут дзу, а здесь у нас уже ду. Дальше дзя, дзя, дзя. То есть расхождение есть. Как же нам с этими расхождениями бороться? Хочу вам сказать, что транскрипция хэббёрновская используется, во-первых, в нашем курсе, во-вторых, в основном в учебниках, которые созданы за рубежом для изучающих японский язык. А вот транскрипция в данном ряду, не хонщики, она чаще используется японцами при наборе каких-то текстов на клавиатуре. То есть намного же проще набрать дзи, чтобы… вы помните, что джи может записываться с помощью си созвончениям. Вот у нас тут, посмотрите, си созвончением, это тоже джи. И ди созвончение… получается у нас ряд та, чи, цу, те, то, там чи созвончением. А читаться будет одинаково. Дзи, дзи. Так вот, чтобы этой путаницы не было, японцы изобрели отличную, на мой взгляд, транскрипцию. Они просто, когда печатают какое-то письмо электронное или там текст набирают, они просто печатают дзи, да, получится дзи. И, в общем-то, таким образом решают такую проблему. Все остальные, в общем-то, похожи. Я вам советую все-таки учить хаберновскую транскрипцию, потому что она наиболее распространенная. Ну, не нужно забывать о том, что могут быть небольшие расхождения в каких-то слогах. Что касается русского варианта, мы уже знаем с вами о проблемах си, ся, сю, сё. И, собственно, вот дзи у нас тоже звучит не совсем так, как произносится по-японски. Но мы будем это знать и все эти ошибки избежим. Итак, мы перешли к достаточно интересной теме. Правила записи русских и украинских имен и фамилий. Перед вами шесть основных правил. Первое из них – это, конечно же, имена и фамилии, поскольку это заимствованные слова. Они записываются катаканой. Ну, я думаю, что это все уже знают, даже те, кто только недавно начал изучать японский язык. Второй момент – это то, что японский язык предполагает практически все открытые слоги. Единственный согласный – это «н». То есть мы можем там слог какой-то «ман». У нас может на «н» заканчиваться и таким образом быть закрытым. Однако все остальные слоги открыты. И поэтому, когда нам встречается какой-то закрытый слог в русском или украинском имени или фамилии, то нам нужно все эти слоги переделать в открытые. Ну, вот, например, моя фамилия Лакшина, и у меня там есть закрытый слог. То есть «к» у меня превратится в открытый слог «ку». Ну и, собственно, все. Такая простая для произношения фамилия по-японски. Получается, «ку» немножко редуцируется, и, по сути, японцам вообще не составляет никакой проблемы ее произнести. Однако есть более сложные фамилии. Например, фамилия Плохотнюк. Там очень много закрытых слогов, и нам все их придется превратить в открытые. Далее я покажу на примере, как это все происходит. А пока рассмотрим третье правило. Значит, очень часто у нас в конце фамилии встречается «в». Мы можем записывать «в» двумя способами. Можем записывать с помощью «фу» с озвончением, тогда будет это звучать как «бу». Вот у нас был «Иванов», а стал «Иваноб». Или мы можем взять «у», поставить там озвончение, и будет, в принципе, звучать «Иванову». «У» такое вот «У» такое «Иванову». В общем-то, любой вариант подходит. Исторически сложилось, что «Иванов» все-таки «Иваноб». Однако и вот такой вариант, он тоже имеет право на существование, потому что очень активно используется за рубежом. Далее мы с вами уже разговаривали о том, что «Л» у нас отсутствует в японском языке, а у нас огромное количество имен с таким звуком. Ну и, соответственно, нам нужно его заменять. Будем заменять его на «Р». То есть «Ли» у нас будет «Ри», «Ла» будет «Ра», «Ле» будет «Ре» и так далее. Следующий у нас пункт – это записываем имена так, как они пишутся, а не как слышатся. То есть если у нас имя «Николай», мы его произносим «Николай», то я вам, кстати, рекомендую записывать катаканой «Николай», то есть «Никорай» у нас получится. То есть почему такая рекомендация? Чтобы не было путаницы. То есть, конечно, самый оптимальный вариант – это обмен визитками, в которой в визитке уже четко написано ваше имя по-английски или, возможно, по-русски, но русский вряд ли поможет нашим японским друзьям. Однако можно будет рассмотреть хорошо имя, если оно записано, например, «Романджи» или «Катаканой». Следующий у нас пункт – может быть несколько правильных вариантов записи. Мы выбираем какой-то один. Вот я видела, тут у нас люди изучают, допустим, там один месяц, два. Вот это как раз то самое время, когда вам нужно определиться, как вы будете записывать свои имя и фамилию. Определяйтесь, можете проконсультироваться с преподавателем, можете у меня спросить. И, собственно, потом, вот все долгие годы, которые вы будете применять японский язык, пожалуйста, пользуйтесь уже этим вариантом. То есть одним и тем же вариантом нужно потом дальше пользоваться. Что бы ни получалось, что, например, кто-то решил, что он будет писать, например, имя «Дима», может записываться как «Дима», а может записываться как «Дима». То есть кто-то периодически пишет то «Дима», то «Дима», и, конечно, это будет вызывать путаницу. Итак, посмотрим на примеры записи русских и украинских имен и фамилий. Итак, вот «Иванов» у нас – это достаточно распространенная русская фамилия. Посмотрите, вот у нас есть «Иванов», «Иваноб». И, собственно, я там рассмотрела вариант, когда «В» можно как «Бу» писать, «Иваноб». По сути, можно было бы добавить сюда еще и «Ва», тоже как «У» со звончением и маленькое «А». Вот вместо «Ва». Но я уже не стала… Это достаточно сложный такой момент. То есть я как бы не советую усложнять, если есть какой-то слог в японском языке, лучше пользоваться им. Хотя, может быть, он не совсем близок по звучанию. Но в данном конкретном случае достаточно, мне кажется, «Иванов» или «Иваноб». Так, далее у нас «Плохотнюк». Очень много закрытых слогов. Ну, в смысле, у нас просто сочетание. Тут даже не столько слог, сколько идут две согласные подряд. Для японца, конечно, это закрытый слог. Очень трудно сочетать. Это все. Поэтому давайте посмотрим. «Пу-ра-хо-ц-нюк». Вот это «Ку» в конце, оно несколько редуцируется, получится «Про-хо-ц-нюк». Так, дальше. «Картасёва», «Коварёва», «Коварёва». Вот, кстати, не «Коварёва», мы написали, а «Ко», везде написали «Коварёва». Дальше, «Без рук», в конце «К», «Ку» у нас превратилось, «З» в «Зу», «Бе», слава богу, так и осталось «Бе». Дальше у нас «Парфёнов», «Парфёнов», «Может быть, Парфёнов», «Может быть, вот как здесь, «У» в конце, «Парфёнов». Так, ну, и имена такие распространенные. «Катя», да, может «Катя» записываться как «Ти», да, и маленькая «Я», а может, ну, тогда будет звучать как «Катя», да, а может «Ти» записываться, вот «Ти», да, нам видно, и маленькая «Я», будет тогда «Катя». Так, дальше у нас «Ольга», ну, тут у нас «Ль», «Ль», да, «Ль» превратилась в «Ри». «Орига», ну, и «Дима», да, несколько вариантов «Дима», можно выбирать. Тут вот есть удвоение гласного, да, с помощью горизонтальной черты, это свойственно только «Катаканне», это вы помните. В принципе, оно может быть, может не быть. Дальше у нас «Федя», тоже интересно очень. «Фэ», да, несвойственно для японского языка абсолютно. «Фэ», да, но в нашем языке присутствует, поэтому мы замечательно с помощью «Катаканне», с помощью вот той таблицы, помните, я вам показывала, где специальные собраны знаки. Вот у нас получилось «Фу» и маленькое «Э». Так, Евгений у нас, Евгений. Опять же, в конце у нас может быть удлинение, а может и не быть. Можем мы там поставить даже «И», да, можем написать «Эвгений». Так, хорошо. И «Софья» может звучать как «Сохья», да, ну, «Хи», а может как «Фи». Ну, «Фи», конечно, больше свойственно русскому языку. В общем-то, тоже интересно. Так, хорошо. Теперь следующий вопрос – это правила произношения иностранных имен и фамилий. Я настоятельно рекомендую всегда произносить их так, как они звучат на родном языке. То есть, если вы «Катя», то и говорите «Катя». Не нужно ломать язык, не нужно говорить «Кача», да, или «Орига», или «Юрия». Да, все равно, поскольку фонетические системы у нас отличаются, японская и русская, то для наших японских друзей все равно эти имена будут звучать не так, как для нас. Поэтому они, в общем-то, сами перестроятся. Поэтому и существует так много вариантов записи одного и того же имени или фамилии. Потому что любой японец по-своему слышит ваше имя, вашу фамилию, поэтому, в общем-то, и может возникнуть небольшая путаница. И поэтому очень важно второе правило – при знакомстве сразу же обменяться визитками, где будет указано ваше имя, латиницей или катаканой в том виде, который нравится вам больше всего. Ну, или же в том виде, который указан у вас в паспорте, и, соответственно, так проще всего. Мы подошли к четвертому пункту нашей программы – особенности произношения стандартных фраз приветствия и прощания. Давайте посмотрим на экраны. Возможно, вы уже знаете эти фразы. Сейчас мы их вместе с вами почитаем. Будем обращать внимание на те слоги, которые выделены красным, потому что произносятся они так, как мы с вами репетировали, тренировались в начале нашего вебинара. Итак, длинная такая фраза. Мой помощник хочет с переводом. Я хотела сначала тренироваться в произношении, ну, специально для помощника, с переводом сразу. Итак, «хаджиме масте» – это «приятно познакомиться». Собственно, это та фраза, с которой я начала наш сегодняшний вебинар. Дальше у нас «хаджиме те омени какаримас» – переводится точно так же. «Приятно познакомиться». Однако она более длинная и используется в более официальных ситуациях. «хаджиме те» – видите, вот, «хаджиме те омени какаримас» – а сокращенно – «хаджимемаште». В общем-то, можете использовать тот и тот вариант. Далее у нас «должо юрошику оменигашимас». Можно перевести «прошу любить и жаловать». Собственно, в этом контексте я и использовала эту фразу. А можно перевести совершенно по-другому. Но если мы о чем-то просим, то мы можем поклониться и сказать «должо юрошику оменигашимас». Очень вас прошу, сделайте так, пожалуйста. «Дозо юрошику» – это сокращение. «Должо юрошику оменигашимас». Может быть, звучит не так вежливо. Хотя, по сути, совершенно не отличается от предыдущей фразы. «Должо юрошику». Следующая фраза у нас «кочиракосо». «Кочиракосо» может использоваться в таком случае. Я вам говорю «думу оригатолу замашта». «Спасибо большое». А вы мне говорите «кочиракосо оригатолу замашта». «Это вам спасибо». То есть «кочиракосо» – это «вам». Это «вам спасибо». Это «я вас прошу». Это «вы меня извините». Очень универсальная фраза, замечательная. Просто, мне кажется, ее стоит сразу выучить. Она используется во многих случаях практически незаменимо. «Кочиракосо». То есть «это мы вам». Это «мы вам благодарны». Это «я перед вами извиняюсь». Или это «лучше вы к нам приходите». Следующая фраза. «Отскаре сама дэшта». Тоже достаточно длинная. «Отскаре сама дэшта». «Отскаре сама» может использоваться отдельно. Это сокращенный вариант. Может полностью. «Отскаре сама дэшта». «Отскаре сама дэшта» переводится «спасибо за хорошую работу». Может переводиться «до свидания». Все зависит от контекста. Ну, следующую фразу, мне кажется, многие уже знают. Это «джа мата». Может использовать только «джа», без «мата» даже. «джа мата» – это «ну пока еще увидимся». Используется в такой неофициальной обстановке. Среди друзей в такой неформальной обстановке. Если же вы хотите попрощаться с кем-то, кто занимает более высокое положение на социальной лестнице, то вы можете вместо «джа» говорить «дэва». «Дэва мата айма шо». «Дэва мата айма шо». «Айма шо» – собственно, у нас тоже интересный слог. «Шо». «Дэва мата айма шо». И, собственно, последнее слово у нас «сайонара». Тут все просто. У нас нету тут ни одного выделенного звука и слога, потому что все они произносятся понятно и легко. Ну, и теперь давайте посмотрим на эти фразы в таких ситуациях. Итак, приятно познакомиться, да? «Хаджиме ма ште». «Няджи дэс». «Няджи» – это вот этот замечательный котенок. Не знаю, откуда он взялся. Ну, вот у него такое замечательное имя. «Няджи дэс». И он дальше говорит «Дозой росико онегасимас». Видите, и так вроде бы как немножко кланяются нам, потому что это очень вешливо поклониться, когда знакомитесь. Итак, «Хаджиме ма ште». Приятно познакомиться. «Няджи дэс». «Меня зовут Няджи». «Дозой росико онегасимас». «Прошу любить и жаловать». Дальше у нас мы видим такую фразу, записанную вертикально. «Дозой росико онегасимас». У нас тут даже есть иероглиф. Я его закрыла с телочкой. Вот он рядом. «Онегасимас». Фразу эту мы с вами уже повторили несколько раз. «Прошу любить и жаловать». Видите, вот тут знакомятся ребята. «Дозой росико онегасимас». А тут в чайном домике, видимо, приветствуют дорогих гостей. И, собственно, тоже «Дозу росико онегасимас». И такой японский традиционный поклон. И, в общем-то, последняя фраза. Мы ее вот тут вот видим тоже вертикально, тоже иероглифами. От «Скаре самадэста». На самом деле, начало у нас идет тут в правом верхнем углу. «Мина сама». Тоже иероглифами красиво написано. Но иероглифы – это тема следующего вебинара. Итак, «Мина сама». От «Скаре самадэста». Господа, спасибо за хорошую работу. Мы видим на вот этой картинке, тут какой-то закончился интересный конкурс. И вот люди все собрались, тоже, в общем-то, устали. И все говорят «Скаре самадэста». Хорошо поработали. До свидания. Пожалуйста, какие-то, если есть вопросы, то у нас есть как раз несколько минут. Я с удовольствием на них отвечу. Пожалуйста, задавайте, можете записать вопросы. Пока точно не скажу в начале января. Точно не знаю. Ага, вот у нас появились вопросы. Вопрос по слогам. Да, действительно, «Р» – это что-то среднее между «Р» нашим русским «Р» таким. У меня даже уже, видите, не получается. Наша русская «Р» и «Л». Да, это что-то среднее между «Р» и «Л». Чем отличаются звуки «Дзи»? Звуки «Дзи» вообще ничем не отличаются между собой, только в записи. Мы видим слоги разные. Значит, слог «Си» со звончением и слог «Чи» со звончением. Читаются абсолютно одинаково. «Дзи». Когда, какое из них используется? Тут очень легко тоже понять. Значит, смотри, если у нас в слове, идет в начале «Чи». Вот у нас был слог «Чи». Например, «Чи-Дзи-Му». Мы сначала пишем «Чи», потом пишем «Чи» со звончением, и в конце «Му» у нас получается «Чи-Дзи-Му». Если же у нас в начале шел слог «Си», то потом, конечно же, после него будет идти слог «Си» со звончением «Си-Дзи». какой-нибудь «Чи-Дзи». Понятно, да? Так, хорошо. Да, как правильно читать слоги с «Х». «Ху». В принципе, «Ха», «Хи», «Ху», «Хэ», «Хо». Вот это «Ху», оно, в общем-то, звучит «Фу», «Фу». То есть похоже очень на наше русское «Фу». Во всех остальных случаях «Х» звучит так же, как и в русском варианте. Так, Грицунова Александра, да? Как записать имя и фамилию? А можно я вот к атаканной попробую вот сейчас? Включите мне, да? Пожалуйста. Так, это мы сейчас удалим все, да? Вот сюда. Так, давайте Грицунова Александра, да? Попробую я написать. Ой, что это такое? Карандаш. Так, значит... Сейчас. Так. Сейчас Гу, да? Гу. Ри. Ту. Ту. Но. И вот у нас «Ва». Грицунова. Так. Читая веря, видите, как-то корявенько получается писать. Так. И Александра, да, у нас... Ну, поскольку у нас вот так. О. Ре. Ку. Та. А. В следующий раз будем уже не писать, имена опечатать. Но сегодня пока эта функция у нас недоступна. Вот так вот. Грицунова Александра. Конечно, на этом листе не очень красиво получилось, но вы поняли, да, какие тут слоги. Так. Со слогом «х» не будет ошибкой. Так. Куда-то одеваются вопросы. Я только увижу вопрос, и он куда-то одевается. Как бы мне его назад посмотреть? Так. Значит, сейчас. Кого? Ага, и тут вот я еще вижу «э-ми-не». Да? Так. «Э-ми-не». «Э-ми-не». Сейчас напишем. «Э-ми-не» легко пишется. То есть тут, в общем-то, как слышится. «Э-ми-не-не-не-не». Я просто не вижу эту фамилию. штыркова сейчас тут говорят меня штыркова валерия хотела ну ш конечно это будет си да ш ты очень интересная такая ситуация это цу и маленькая и ой ой не получилось и сейчас еще раз ши ту и маленькая и потом ру у меня на ю похоже вы видите штыркова и валерия соответственно тоже у нас будет гигантского это просто варе и можно в конце я или а как вам больше нравится но у меня вот больше нравится я варерия так тарасенко олег олегович так и будет писаться они тарасенко тересенко т-ре-сен-ко о-ре-гу да си у нас будет писаться си и маленькая э все остальное понятно так а тут что еще я видела тут какие-то интересные вопросы так а тут вот терещенко олег что-то хочет такое написать мне кажется он и сам с этим справится итак у нас осталось две минутки как мне это закрыть ага замечательно вот у нас такой замечательный котик который тоже от скорее сама дейста видите кареру иероглифом записано от скорее сама дейста спасибо за то что все хорошо поработали на сегодня все я надеюсь что мы с вами встретимся на следующем вебинаре мне было очень приятно сегодня со всеми работать дома ари готова за масштаб кочера косо взаимно на сегодня все до свидания